Пожмите руки. Слушайте, мы команда защищает себя все время. Удачи по углам. Ну что ж, а у нас со-главное событие вечера. Ислам мне дал четкое задание, чтобы я его хейтил как только могу. Буду стараться. Ну а пока поехали. Ислам против Арсена. Принципиально. Да, зародилось это противостояние после боя Арсена и Т-34. Ну и вот пошел сразу же вперед Джанго. Принципиальное противостояние. Чуть не запутался словами. Не переживай, я понимаю, здесь градус ответственности большой. Вообще, Джанго, конечно, на кулаках очень хорошо уступал. 3-0 у него рекорд, поэтому... И давненько мы его не видели в этой дисциплине. Плюс еще весовая. Я, как знал, в 93 же дрался. Блин, Джанго, прости, пока не получается себя хейтить. Пока все в порядке. Ислам чуть набрал, да, вес? Да не чуть. Ничего. Ой, хорошо сейчас встречает Джанго. Вообще, мне кажется, что по ходу поединка Арсен наверняка будет стараться поддавливать оппонента. Но Ислам такой тоже на опыте, видимо, слышит и подсказки и в угловых своего соперника. Ну все мы помним, как... Да, не же пояса попал. Все мы помним, как Ислам со Сосланом Асбаром провел 4 раунда в арсеновом боксе. Не торопись и не расслабляйся. Общаются, да? Значит, у детей. Я думал, не специально было, наверное. Да, безусловно, просто выцеливал в корпус Ислам. Не, ну если он просил его захейтить, можем сказать, что ударил специально. Поэтому Ислам... Грязный ты боец, конечно. Хорошо передней рукой работает Джанго. И тут же ответ от Арсена. Он справа опасно пробивал Арсен. Из клинча активная работа. Раскачивает Джанго, забирает потихонечку центр. Концовка раунда. Надо кому-то активизироваться. Выцеливают оба. Да, не форсирует пока что события. Не дотягивается передней рукой Джанго. Заканчивается первый раунд. Ой, лево на скачке Ассагаманяна. И завершается первый отрезок. Что, как думаешь, по традиции? Чуть, мне кажется, аккуратничали, да, ребята? Первый раунд, я думаю, с второго сейчас пойдет. Пока так. Я, кстати, не исключаю, что такого прямо откровенного размера мы в этом противостоянии не увидим. Мне кажется, что... А как же принципиальный бой? Ну, вот здесь как раз таки ставки высоки. Никому не хочется проигрывать. И не исключаю, что в таком ключе весь поединок и может пройти. Арт, брат, сейчас второй раунд включайся. Первый раунд такой, туда-сюда можно отдать. Второй раунд нужно включиться. Поработай больше через корпус. Такими этажами. То, что Василий ты отрабатывал, пить будешь? Да, дальше. Четко, брат, все четко получается. Главное, не торопись и не расслабляйся. Ты иногда вот эти моменты делаешь, там, не надо. В бою нельзя расслабляться. Понял? Все четко делаешь. Ударом заходи в клинч. Ударил, сразу в клинч заходишь, оттуда и работаешь. Понял? THERE! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возможно ему так и комфортнее, а возможно он замедлился, вот пока не могу понять Неплохо было по корпусу, а сейчас кричи Арсену подсказывают, чтобы он был поточнее левой рукой, действительно он много по воздуху Арсен легко работает, отжимает Такое противостояние, держишь один удар от каждого Да, он сейчас неплохо перевел на голову Ислам Вообще, мне кажется, что во втором раунде точность у обоих такая, подхрамывающая Сейчас такой фишка была, от Арсена голову убрал, а когда право сбоку убил Ислам Вот сейчас Ислам попал, кстати, неплохо Второй раун уже намного интереснее Да, подзарубаются в периодах ребята Потом поджимают руки, да? После каждой зарубы руки протягивают так Так, что у нас по функционалу? Потому что после этих взрывов еще и паузы тоже стали появляться Последние секунды второго раунда, ну что, кто пойдет вперед? Джанго Мне кажется, это раунд за Джанго Или за Арсеном В зависимости от того, кто на меня посмотрит Если на меня посмотрит Ислам, скажу, что раунд за ним Если на меня посмотрит Арсен, скажу, что за ним Ну правда, равное противостояние Что-то быстро так поменял, когда взгляд Арсена увидел Все нормальным и рядом, Леха Мне кажется, что взрывы Ислама в этом раунде были поточнее Да, ну в любом случае, да, третий раунд, как проведут бойцы Может быть, в третьем раунде кто-то два нокдаунда оформит Третий раунд решающий В любом бою, если два раунда прошло и третий раунд наступает Держи шансы, чё? Второй раунд тоже Я не буду врать Но, по-моему, за ним, потому что у него идет Понял, он тебя поджимает Сейчас третий раунд нужно первым номером поработать Мне нужен ее номер Арсен, давай сейчас обои Третий раунд нужно по-любому забрать Первый, два раунда туда-сюда Подерись третий раунд Соберись, блядь, один раунд всего лишь осталось Хорошо? Да 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, как он сказал, с кайфом, а кулачка, ну, я не знаю, как это можно рассмотреть. Я надеюсь, ты согласишься с этим. Он должен биться с рубаками, ММАщиками, мы это обсуждали уже, я с Владом полностью согласен. Но чемпион в 93-х сейчас Сослан Асбаров. Ты уверен, что ты готов к этому бою? В прошлый раз, Толя, вышел просто Сосана по боксу и отбоксировал, согласился, лучше, чем ваш этот знамит, как его зовут? Дмитрий Кудряшов. Кудряшов, лучше, чем Кудряшов отбоксировал. А если вы мне дарите два месяца рапортов по кулкам, я с кайфом пойду и покажу вам уровень. Я уверен, что Ислам бы показал хороший бой против Сослана. У Сослана скоро бой за пояс с другим бойцом нашего роста, но ты однозначно первый претендент на чемпионский пояс в этой весовой. Я согласен, но я, кстати, это человек, видишь, как его, Барабанов. Да. Я не знаю, как его поставили против Сослана. Мне даже стало обидно, когда Сослан дерзит Сосланом, а я нет. Это мы вырежем. Ха-ха-ха. Ну ладно, короче, все. Ислам, сколько ты сейчас весишь? Где-то 97. А, ну всего 4 килограмма гонять. Ты сегодня прям хорошо дышал, очень хорошо дышал. Я специально к этому бой набирал, потому что до этого был у меня тяжелый. Дрался с Савиловым, Николай Савилов, потому что до этого бойца, дрался с ним с тяжелым весом. У нас разница в килограмм была почти 30 килограмм. После этого я выиграл, но было тяжело драться. Я после этого подумал, ну тем более он лучше, намного лучше с ним силов. Я подумал, надо поднабрать чуть-чуть веса, потому что, ну блин, как я буду не траться, если я буду весить хотя бы 90-90 лет. Он, сука, вес 110. Пей кофе Либо, энергетик Горилла, ставьте в Олимбет. Все, давайте. С победой! Победой. Претендент на чемпионский титул весовой категории до 93 килограммов. Ислам Джанго Жангоразов, Сослан Асбаров. В случае победы мы ждем твой ответ. Арсен, даже не знаю, что спросить. Как состояние моральное, наверное? Приветствую вас, люди хардкора. Приветствую, Эд. Приветствую вас еще раз. Еще раз, да. Хочу всех поблагодарить, кто здесь, кто нас смотрит, все люди хардкора, кто болеет за меня. Светлану Дениса Евруевых и Никиту Морозова. Это мои хорошие близкие товарищи, которые помогают мне. Хочу также поблагодарить Егора Гатти, что приехал с Владимира, меня поддержал. Что хочу сказать, Эд. Не бывает побед без проигрышей. Ну, мне тоже нужно проигрывать. И все там выигрывать. Да, это моя вина. Я где-то не дожал, где-то не добавил. Но, что я хочу сказать. А, еще хочу поблагодарить, прости. Северную Осетию, город Беслан. Какой вы, Казбека Михайловича, Батраза Таймуразовича. Это мои тренера, у которых я месяц готовился к этому бою. Да, Ислам хороший соперник. Хороший оппонент. С ним мы показали хороший бой. И как у нас было запланированно, я надеюсь, если Анатолий вам интересно, то реванш мы с ним проведем уже по боксу. То есть, это моя вина, я не доработал. Но реванш, я думаю, что тут сейчас махать кулаками после драки, если драка уже прошла. Поэтому реванш покажет уже все. Договорились, давай на конфе все дообсудим, а мы переходим к моему ленту. Спасибо, Анатолий. Держи. Это бодрости духа, братец.